Биармия В пользу второй версии говорит и то, что созвучны названия Биарма и Пермма. Пермма так на коме звучит земля, которую московские князья называли Пермь-Великою. В нашем фильме, и пусть это покажется дилетантством, мы будем утверждать, что Биармия и Пермь-Великая – это одна территория. Город Чердынь. Он был главным городом Перми-Великой. Даже сейчас, когда прибываешь в город Чердынь, когда видишь перед лицом седого знаменитого полюткамня, стоящий на семи холмах город, физически чувствуешь дыхание древней истории. Неужели это место и есть сердце Коми? И здесь просияло столетия назад первое Коми-государство. Действительно, в древней истории Коми Чердынь была самым большим поселением. Как выглядели люди и как звучал язык того древнего города? Думается, вряд ли они были абсолютно похожи на нынешних Коми-Зыриан. Уже тогда область Изыриан прозывалась Пермь-Малою или Пермь-Вычегодская. Уже тогда было различие. А может быть, здесь проживали предки нынешних Коми-Пермяков? Известный этнограф профессор Георгий Николаевич Чагин считает, что тоже не они. А была, мол, еще одна, третья группа Коми. И была она самой многочисленной. Но исчезла. С того времени, как стало заселять при Урале русское население. И что же? Народ биоармии исчез? Не осталось никого? Вывод такой напрашивается, но точка еще не поставлена. И случаются невероятные вещи. Он сохранился. В самом дальнем и труднодоступном раннем уголке древней биоармии. В самом подножии Урала. Там, где берет начало река Язьва. Поэтому здешний маленький народ ученые прозвали Коми и Азвенцари. Майская луна, Кожачок, урсы, урсы, витальянка, и налгон, и любичи. Люди, люди, витальянка, и налгон, и любичи. Если под Радонша мрази век и ласка байкальясь, И йо-йо-рка лави стал им лучшим, и настал умьёс. Люди, люди, и витальянка, и ласка байкальясь, Они наследники древней Перми Великой. И вполне это ясно нам по археологическим материалам. Они потомки некогда существовавшей особой этнической коми-группы, которая была вот в районе Чердань и Соликамска. Она исчезла. Население Пермского края Большей частью коми-язвенцев называют киржаками. А коми-язвенцы же зовут себя пермяки. Просто пермяки. И мы их будем называть так же. Большинство селений пермяков расположено вдоль реки Язвы. А первое село, что встречает нас по дороге в эти края, называется Верх-Язва. Здесь уже можно услышать коми-речь, но мало и редко. Зато чем дальше продвигаешься вверх по язве, чем быстрее становится её течение, тем больше говорящих на коми-наречи. На одном из зданий Верх-Язвы висит памятная доска. Наше первое удивление. Оказывается, в этом селе долгое время проживал и проводил исследования знаменитый коми-ученый Илья Вась, Василий Ильич Лыткин. Именно он первый утверждал, что язвенские пермяки не являются ни коми-зырянами, ни коми-пермяками. И в первую очередь на это указывают наличие в языке язвенцев особых звуков. После Верх-Язвы попадаем в деревню Паршакова. И тут тоже новое открытие. Опять памятная доска с информацией, что здесь, ещё задолго до Лыткина, проводил исследование финский этнограф Арвид Геннетс. Было это в 1889 году. Геннетс тоже отмечал отличия язвенцев от других коми в образе жизни. Бурлун. Здравствуйте, Бурлун. Бурлун, Бур. Куча шоуна, Пьянас? Куча? Куча шоуна. Нимит, куча ты, ян? Екатерина Евсеевна. Ага. Куча олата? А? Куча олата? Да, чё она шибкая, уж старая, да. А так-то хорошо. Да я не мытен. Я не мытен, он сурвает. Ой, какое прохладное. Оно на снегу. На снегу? У меня там снег. Ой, какая хозяйственная. Пили когда-нибудь напиток такой? Конечно, я всегда сниму отсюда, выезжаю. Раньше ведь холодильники эти не были. Вот там яма, труб деланный. И туда бросают снег весной. Козет по-нашему. Да. Сынаг. Сынаг? Да. Амян козет. А у нас маленько не сходятся. После деревни Поршакова попадаешь в деревню Антипина. А далее деревня Ванькова. Говорят, именно здесь более всего жители общаются на перемятском языке. Деревень, кроме вышеназванных, еще около двух десятков, но не расположены в стороне от главной дороги. Местные жители, как правило, носят фамилию по названию деревни. Антипины, Поршаковы, Ваньковы. Поршаковы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но посреди села нечто похожее на мечеть. Однако откуда она здесь? Да еще с крестом. А потом в какой-то момент начинает казаться, что оказался в фильме о русской старине. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok Пора сказать главное. Здешние коми – староверы. Наверное, поэтому называют их странным словом – кержаки. Вот нас зачастую говорят кержаки. Это к нам относится или нет? Не относится. По-моему, тоже не относится. Неправильно. Это неправильно. И потом еще тялдоны. Ну, лично, иногда плохо относится. Так, кержачо, брат, а че понаехали? На кержаки заняла. Ну, а откуда это изречение? Будьте, как ты скажешь, с реки кержачку, так, будьте, были беженцы. И вот это вот слово кержаки-то, как бы, куча за нами. Не столь нас комиясинцами, кержачо. К алтарю нас не пустили. Но позволили постоять внутри храма у двери. И без видеокамеры. Позже мы узнали, что существует еще много разных запретов. Старая вера – вера строгая. Это очень чистая вера-то. Ну, она строгая, конечно, да. Кушать садимся, все. Вон, значит, все встали, помолились. Ну, да, запреты суна, конечно. Да, мне запреты-то, если делал соблюдать, мене, наверное, пуняло не збыть. Потому что чешьян ми огнолы. Венчанная да, мене дозна чешьян новына. А мен, видишь, кудрики радаш, рада окрасить чада, наверное. Это грех тоже. Часто приходится слышать, что староверы нелюдимы. В дом не пригласят и не накормят. А если накормят, то посуду за тобой выбросят. Ну, еще много разного. Вообще-то, по закону-то, если мен верды кинком, не мьян вера, значит, мен посудам искала, колосы причасти, святой водан бризгат на, и все. И больше ни нам, и все, ни кин. С я же посудашку, с межзачным шоем, с я посудашь, и народа свердам кин, мёрдан паран из гоститна. Пермяки, или язинские коми, всегда были староверами. И хоть немного пермятского народа осталось, для старое обрядчество это довольно большой анклав. Священника прежде не было, служили сами по древним книгам. А потом, в 70-е, и поп приехал со всей своей большой семьей. Говорят, ему предлагали службу в Москве, но он сам напросился на язву. Что-то его сюда притягивало. По-видимому, этот удивительный народ, что сумел веру через годы пронести. Куда рис, исчетность, дюрбатна садамай. Мяна мама все равно, все равно юрбатыс. И даже мяна, чоктыс, мне даже порткома нуджалы. Это люди, золотые люди, те люди, которые сохранили истинную веру. Мы даже им поклониться. Можно сказать, что пермяки были все время между двух огней. Как непонятный народ, они были не нужны империи, а как староверы, вызывали озабоченность православной церкви. И тем не менее, они есть живы. Мы знаем, что старобрядческая идеология, вера, это одно дело. Она же и консервирует быт, самосознание. Поэтому, конечно, старобрядчество консервировалось, замедляло развитие этого населения. И сохранялась у него архаичная культура, быт, представление. А тем более, тут старобрядчество соединилось и еще с таким явлением, как у народа свой язык. Самое непонятное здесь, каждый встречный говорит о себе, что он пермяк. И добавляет, что общается среди своих только на пермяцком языке. А между тем, слышишь только русскую речь. А когда ж на пермском говорите, спрашиваем. Док, постоянно. А почему со мной-то не говорите? Как не говорим? Говорим, только твой язык какой-то не такой. Сейчас тушка-то он это дает, он он ее сюда, наверное. Сейчас тушка-то вон, что он, наверное. Вот, вот ты не так говоришь. Нет, ты меня на буржукове журтата. Я язык не так воротит. Бурожечка, бадер, ажик видят, сейчас. А все, коми-зарианин, мы коми-пермяк. А да, и уже разница. Вы считать по коме можете? Один, два, три. Вот и как им не уж больше опты. До четырех? А дальше не знаю. Дальше по-русски идут. Шакотаны? Да, там это, грибы принесли. Чуть-чуть, чутки. Они все знают пермяцкий, зарианский языки? Нет, пермяцкий-то разный бывает. Разный? Да, конечно. А в чем разница? Например, пермянский язык, а у нас какой-то смешанный. Мы только часть какую-то говорим. Вот так ходишь по здешним горам и ищешь, кто по-пермяцки заговорит. И слышишь смешанную речь из коми и русских слов. Кто-то больше коми-слов употребляет, кто-то меньше. И еще, здесь не замечаешь характерного коми-акцента, от которого избавиться нелегко. И в какой-то момент в голове появляется мысль. И что вас еще заставляет себя пермяками называть? Знанием языка гордиться. Почему вам это так важно? Язык остается важным фактором их самоидентификации. Что их выделяет среди другого народа в их самосознании? Это, конечно, язык. Пусть он в такой форме, но он у них есть. Мы сейчас разожжем дымарь. Вот. Ась удала на стажону. Кола керна удала. И в то же время пшательная. Наш новый знакомый Иван Антипин языком перемятским хорошо владеет. Наверное, потому, что с пчелами только на нем и общается. То ли традиция Ванькова такая, то ли пчелы добрее и меду больше несут, неизвестно. Язьминские пермяки ходили в контакт больше с вагулами, с манси, которые у них жили по соседству, в Верховье Квишево. А те коми, которые вот на территории коми округа, никогда с ними не общались. Здесь же огромный был разрыв с русским населением между ними. И поэтому никаких экономических связей не было, культурных связей не было, языковых не было. Им ближе здесь стали вагулы и русские, которые здесь поселились. Они коми-пермяки. Поэтому они идентифицируют себя как не коми-пермяки, а просто пермяки. У язьминских пермяков, кроме своего уникального языка, есть свои особенности и в быту, а также в архитектуре. Например, дома редко похожи на дома сородичей, зырян и коми-пермяков. Не только язык, но и быт, и культура гораздо больше включают заимствований русского уральского населения. Мама и Ая, мы с ним приехали, мы с ним приехали, а когда школа у нас, мы помним русский. Попробуй поразговаривай на нашем языке. Как? Так уже особенно в школе, а почему мы эти ребятки разговаривали? Мы на школе, спинялись, не виделись, не тянешься. Двойка сутоклана, не знаю, и все. А мы все равно бачим. А мы все равно бачим, да. Вылилось что-то, мы шулись на Осков-шорнятный, Осков-байетный коми-пермянский. Вылилось, вылилось это, конечно, ну запрещали вроде как. А мы, да? А хрень не водна, я даже не знаю, чего. Нет, в школе-то в школах объясняли, что вот это плохо влияет на учебу. Мы знали, что мы на язве жили, и что мы вроде как бы говорили, но мы считали, что мы говорим по-пермятски. Мы никогда не говорим, что мы говорим по коми, например. Мы говорим, мы по-пермятски говорим. В 1926 году, когда их всесоюзная перепись последний раз учла, там 3000 с лишним человек, то они были записаны только под названием пермики. То есть пермики – это их само название. А потом они были все записаны русскими. После 1926 года их ни одна перепись не фиксировала уже как коми-население. Здешних людей тоже не обошла стороной общероссийская проблема пьянства и безработицы. Даже старая вера тут оказалась бессильной. Но сложно сказать, насколько много этого безобразия. Больше знаем со слов местных. В то же время у некоторых есть свои хозяйства, небольшой бизнес. Кто-то ездит за деньгами вахтой в города и на север. Например, хозяин дома, где мы поселились, Владимир Антипин, работает проводником в поезде. Едет на своей машине за 200 километров в Пермь, садится на поезд, а через несколько дней назад. После рейса – исповедь святому отцу и несколько дней активного отдыха в своем хозяйстве. Мы как были сторонами, мы не шарахались в сторону, в сторону, как на своей позиции, как стояли, так оно и есть. Разным увлечением, нововведениями, новомодным там все, мы не увлекались. Последние 10 лет пошла активная деятельность по сохранению языка и традиций коми-язвенцев. Сами язвенцы стараются. Вот и букварь в 2003 году тоже сами составили. Теперь и есть и у пельмяков письменность. Даже стихи уже пишут своим письмом. Школьники проводят исследования по этнографии, фольклору. А в язвенских школах появились уроки коми-язвенского языка. Но ЕГЭ эйфорию несколько сбил. Расставил предметы по нужности и ненужности, указав местному языку дальний угол. Если у нас народ есть, так, наверное, надо развивать это. Потому что если бы мы двигали, то все уже делали славу Царства Небесного. И все. Но если мы у нас там, наверное, надо где-то, конечно, и поддерживать, и развивать. Мы для колы видженные традиции. Это же Дулмян Родина. Родина – это и место Катанула, и праздники, куда справляем. Язвенцы в каждом научном сборнике, книжке или просто культурно-массовом мероприятии вспоминают и благодарят трех серьезных ученых. Фина Арведа Геннадца, Коми Василия Лыткина и нашего современника Георгия Чагина. Эти три человека открыли для мира маленький уральский народ. И более других способствовали его популяризации. Разными способами и не только научными сообщениями. Например, 20 лет назад по инициативе Чагина возродился старинный весенний праздник – Сарчик. Это только одно его дело из ста – помощь народным язвенским подвижникам. Объект изучения стал объектом заботы. Множество людей со всего мира стараниями этого ученого едут на язву увидеть заповедный край. Увидят и, возможно, полюбят. Похоже, в этом тайный план профессора Чагина. А полюбят – значит, станут друзьями. Значит, будут помогать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы, изучая их, можем открывать какие-то явления той группы этнической, которая, в общем-то, исчезла. Вот это вот очень важно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На язве реке стоят солнечные деньки. Люди заготавливают сено, собирают ягоды, спешат. Кто знает, сколько еще погода будет стоять. И только у детей лето и время бесконечны. А короткими ночами на миг здешний мир засыпает. И в этот час слышна только одна язва. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ